Приветствую вас, я поддерживаю своего коллегу Кудряшева Игоря Леонидовича и скажу, что интерес вашего мужа, причем гражданского мужа на стороне является следствием проблем ваших отношений. Ну, дабы не повторяться с моим коллегой, не говорить одно и то же, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько вещей. Первое. Гражданский брак. Если честно, не совсем понимаю, почему брак гражданский. То есть, значит, все было хорошо, были счастливы. То есть, это может быть вам было хорошо, Лариса, может быть вы были счастливы, но муч, судя по всему, нет. Это первое. Здорово. Гражданский брак не брак. Как бы это не было неприятно, но гражданский брак это не брак. Это элития. То есть, как бы люди могут жить в гражданском браке, безусловно, но никаких обязательств, никаких прав нет. Не только у вас, но и у мужа, соответственно, тоже. Поэтому здесь вот нужно тоже смотреть. Смотреть, почему вы живете именно в гражданском браке, а не в официальном. Вот. Дальше. Вы пишите о том, что мы были счастливы, что все было хорошо. Это, на мой взгляд, история о контаминации личности, скажем так. То есть, что это значит? Когда вы говорите «мы», вы исключаете свое «я». И самое главное, вы исключаете «я» своего мужчина. Потому что, ну, «мы» есть. «Мы» есть «мы». «Я» нет, есть «мы». Вот. И из-за этого не совсем понятно. Понимаете ли вы где-то грань между, к примеру, счастьем вашим и счастьем, допустим, вашего мужчины. Вот. То есть, это вот очень важная история. Это очень важный момент. Который я хотел бы и до вас донести. Следующее. Вы пишите, что стали замечать неладное, что именно вы стали замечать неладное, что конкретно вы стали замечать. Почему, заметив неладное, вы, вместо того, чтобы поговорить с мужчин, спросить у него, все ли хорошо, все ли устраивает, все ли нравится, вы залезаете в его телефон. Вот. Чем вы руководствуетесь, следуя такому направлению? Мне кажется, что здесь нужно, опять же, ну, поисследовать. Поисследовать, почему вы, да почему, почему вы так поступили. Далее, вы говорите, что я увидела там любовную смс с женщиной, вот. И, естественно, скандал. Ну, хочется вас спросить. Очень хочется вас спросить. Почему, естественно, скандал. То есть, я, например, не сказал бы, что это, значит, что это нормально, что это естественно. Я бы не сказал, что, естественно, ссорится, естественно, скандал. Я бы даже сказал, что наоборот. Скандал представляет из себя психологическую игру, которая скрывает страхи близости у людей. У людей. Вот. Вот. Соответственно. Такая история. Вот. В такой момент. Скандал. Также. Скандал. Это замена секса. Вот. Скандал. То есть, если вы скандалите, значит, вы боитесь в том числе и сексуальной близости. Между вами нет доверия. И это, в общем-то говоря, тоже существенная проблема. Вот. Потому что, мало того, что вы друг другу не доверяете, так еще и... не заинтересованы в, ну, в том, чтобы сделать друг друга счастливыми, вы, по крайней мере, не заинтересованы в том, чтобы делать счастливым своего мужа, вот. Так что здесь нужно исследовать ваши отношения, вот. По крайней мере, с точки зрения психологии, это работает именно так. Ну и, соответственно, то, что вы, по сути, возлагаете ответственность на эту женщину, да, то, что вы пытаетесь узнать, общается ли он с ней или нет. Это нежелание работать над отношениями и выводить их на новый уровень. Нежелание признавать проблемы в ваших отношениях с точки зрения психологии. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.